Уже не первый месяц неизвестные осенизаторы портят экологию в одном из самых любимых мест отдыха тверичан. Первомайской рощи. Местные жители жалуются, что уже не который месяц наблюдают по утрам одну и ту же картину. Некие машины сливают в канализационный люк содержимое туалетов и выгребных ям. Что происходит и чем можно помочь гражданам, выясняла наша съемочная группа. Дик уже давно стороной обходит этот канализационный люк, к которому все-таки подошла его хозяйка Ольга вместе с подругой. Они еще раз удостоверились, что несмотря на закрытую крышку, запах не самый приятный. Причина в том, что некие лица поводились по утрам сливать сюда содержимое туалетов. Систематически здесь машина останавливается, но, извиняюсь, скачиваются недоброжелательные отходы. И стоит очень неприятный запах, так что мне приходится просто пробегать. И в последнее время я стала проходить за бомбоубежищем, чтобы, конечно, этого не видеть. Похожая ситуация наблюдалась прежде возле канализационных люков неподалеку отсюда, на Тьмаке. Тогда инициативные граждане после обращения в органы власти смогли отвадить оттуда осенизаторов. После чего те стали сюда сливать содержимое септиков. Как предполагают женщины, из домов близлежащего частного сектора. Попытки воздействовать словом пока ни к чему не привели. Никакого диалога с ними вообще не получается. Они матерят нас. Сразу, так как у меня две собаки, мы проходим мимо, начинаешь делать им замечания. Ну, ребят, вы что, вы соображаете, что вы делаете? Все-таки это не предназначено для того, чтобы вы сливали септик сюда. Обращение в полицию результата также не возымели. В Водоканале, комментируя ситуацию, отметили, что действительно такие осенизаторы должны сливать содержимое своих авто только на территории городских очистных сооружений. Для решения здешней проблемы предприятие положило на люки бетонную плиту. Ее подпольные осенизаторы ловко научились двигать лому. Они вставляли шланги и сливали. Это все вот так вот растекалось, это запах неимоверный. Наверное, они санитария, да. Даже я была свидетелем, мне где-то нужно посмотреть на фотографии, привозили биотуалеты. Вот прям они, штук по четыре вот так были замотаны скотчем, ну, как-то они скреплены были и сливали. Теперь у местных жителей осталась надежда только на природоохранную прокуратуру. В распоряжении у них есть фото и видеозаписи, на которых четко видны номера автомобилей. А значит, вряд ли составить труда, вычислить владельцев и дать правовую оценку деятельности этих горе-осенизаторов.